Вот сегодня прошла вопрос, мимо которого пройти нельзя, невозможно. Виктория Сяткина спросила, скажите, а разве можно томаты сажать в одном и том же месте? Я ей коротко ответила, можно, если поддерживать грунт в хорошем состоянии, всю жизнь выращивали на одном месте, а в теплице также все люди выращивают на одном месте. Но так как этот вопрос требует большего освещения, я хочу на эту тему снять отдельное видео, потому что эти вопросы задают очень-очень многие, потому что вы знаете, что в литературе написано, особенно вот в такой специальной, что томаты нельзя выращивать несколько лет на одном месте. Сейчас буду объяснять. И это очень часто задаваемый вопрос. Вот сейчас я на него буду отвечать. Сразу добавлю, что сейчас 26 апреля, это Ольга Чернова, огородная азбука. Вот этот вопрос, как бы сказать, соблюдение севооборота, то есть нельзя выращивать на одном месте одни и те же культуры, волнует многих. И начинающих огородников искренне, они как искренне недоумевают. Как это я вот каждый год, если посмотреть мои прошлые видео, за прошлый год, за позапрошлый, у меня на одном месте томаты, томаты и томаты. Как я выращиваю томаты, ведь мы все знаем, что специалисты рекомендуют, что нельзя на одном месте выращивать томаты несколько лет. Нужно обязательно чередовать. И этот вопрос, он у нас больной, потому что у нас крошечные участки. Вот у меня неполных 7-6 с чем-то. Вот видите, 8-метровая теплица, забор уже соседский. Вот там, где кончается теплица Франкенштейн, все, забор соседский. Вот за этой теплицей, забор улица. Мне некуда. Короче, у нас не у всех есть возможность маневрировать, менять посадки. А как менять? Менять шило на мыло? Менять вместо картошки? Высаживать помидоры нельзя, одно и то же семейство. Высаживать томаты, баклажаны, помидоры. Их тоже. Им нужны другие предшественники. Или лук, или еще что-то. Столько лука у нас нет. Короче, все упирается в то, что мы не можем маневрировать, мы не можем соблюдать вот этот севооборот, менять. И я еще спросила, да, а как же тогда с теплицами? Вот у человека стоит одна теплица под томаты. И он просто вынужден из года в год выращивать томаты нынче, томаты на будущий год, томаты через 2-3 года. Он же не будет для того, чтобы севооборот соблюдать, не будет же через год выращивать там, например, лук или чеснок, чтобы почву обеззаразить и как бы привести в норму. Конечно, здесь мы ищем другие пути решения проблемы. Я об этом уже снимала и в прошлом году, и в позапрошлом году. У меня очень-очень много лет, но, допустим, последние 10 лет, это точно, на половине территории всего моего участка растут только томаты. Выращиваю томаты на томатах, томаты после томатов. Что сделать, чтобы это выращивание было возможно, и чтобы еще это не влияло ни на урожайность, ни на заболевание, появление заболевания? Потому что чаще всего мы же, почему боимся выращивать? Потому что остаются заболевания от предшественников. На следующий год они нам по наследству переходят молодым томатам. Первый пункт, который очень-очень важен, нужно добиваться, чтобы у томатов не было заболеваний, которые могут наградить следующее поколение этими же грибковыми заболеваниями. То есть проводить всю профилактику. Если у вас заболели, нужно проводить опрыскивание, нужно все. Но этого ведь мало, потому что данный сорт, вот, например, семейство посленовых, оно будет каждый год выбирать именно те питательные вещества, которые им нужны. И на следующий год им достается обезжиренная почва, ну, такая, как обедненная этими продуктами питания. То тут, конечно, нужно делать подготовку грунта. Я вот про теплицу рассказывала, что когда урожай большой и когда мы, когда вот я, например, высаживаю загущено, там много их, они все очень плодородные, вот, крупноплодные, они берут очень много из земли, конечно, земля истощается. И я, безусловно, каждый год работаю над повышением плодородия грунта. У меня самый сложный вариант, то есть я завожу прям землю, перед началом каждого сезона добавляю свежий грунт полевой, вот эту простую дерновую землю. У нас чисто черноземов нет, но мы его называем чернозем, это просто верхний плодородный слой земли, привезенный там с полей, с деревень. Добавляю обязательно перегной, потому что у нас наша родная почва песчаная, у нас город на берегу реки, и у нас сам грунт везде повсеместно, он не плодородный, он бедный. И вот это позволяет мне вырастить на следующий год такой же хороший большой урожай. Конечно, в теплице обязательно обработка теплицы, осенняя или весенняя, если там было какое-то заболевание. И вот если эти, а, еще забыла. Конечно, сидираты. Очень многим людям помогают сидираты. Я в прошлом году показывала, как я сеяла сидираты, вот там, где греющая лента у меня в ту теплицу, они у меня выросли вот такие густющие, зеленущие. И вот это применение вот этого высева сидиратов тоже помогает нам почву улучшить для следующего поколения томатов. Вот сейчас подытожу. Так как я выращиваю всегда томаты на одном и том же месте, вот видите, я вчера же даже показывала, даже у меня грядки, вот дорожки пробиты, я даже не меняю схему посадки. Вот здесь у меня в прошлом году было 500 томатов на этой сотке, в позапрошлом было 500 томатов, и в этом году тоже будет здесь высажено 500 томатов, которые все дадут хороший урожай. Что я сделала? В прошлом году я добавила на эти грядки земли свежей, так, немножко в проброс, но не я, мужики мне мои таскали. Потом добавили перегноя. Я добавила суперфосфат и калий серно-кислый, для того, чтобы это обед... Они же съели, прошлое поколение томатов съели, там все, что было вкусненькое, для того, чтобы нынешнее поколение томатов не испытывало голодания, вот этого по макроэлементам, микроэлементам. Все это я подготовила, и в этом году я снова высажу томаты, и посмотрите, они будут не хуже прошлогодних, и так будет из года в год. Да, у нас нет условий менять, как-то маневрировать по участку. У меня вот это единственное поле, которое отведено под томаты, остальное там везде технические проходы, конечно, я которые тоже засаживаю, но места очень мало, и приходится как-то изворачиваться. Подготовка грунта, это самое важное, что мы должны применять, использовать, если мы хотим выращивать томаты на одном месте. Выращивать их можно, почитайте прошлогодние комментарии, почитайте комментарии к этому видео, кто сомневается, и вы увидите, что 50% огородников выращивают на одном и том же месте. Но куда, если он купил теплицу под томаты, один год вырастет, куда он на второй год их посадит? Конечно, в эту же теплицу, так они и будут там годами расти. Но разумное использование вот нашего грунта, наших предлагаемых условий, позволяет делать так, как мы хотим, короче, высаживать и выращивать то, что мы хотим, и там, где мы хотим. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Сейчас буду продолжать высаживать томаты. Мало того, что я высаживаю на одном и том же месте, забыла упомянуть, я еще высаживаю два поколения томатов, вот, например, на одном и том же месте. Вот когда я выращивала вот здесь тоннели рассаду, я же в ранние сроки выращивала, высаживала сюда на каждую грядку по полторы тысячи сеемцев, они вырастали толстыми, здоровыми, крепкими, то есть они уже что-то тут повысасывали. Потом после этого я еще свои томаты высаживала, еще получала урожай своих томатов, и на следующий год повторялось все сначала, вот, конвейером. И все прекрасно, ко всему можно приспособиться, было бы желание. До свидания. Например, вот в этой старой теплице у меня томаты выращиваются уже более 10 лет, и также в две смены. Сначала я рано-рано весной высаживала здесь рассаду высокорослую, индетерминатную, на подращивание для продажи, 3 тысячи было в этой теплице, потом я ее в конце мая изымала и высаживала свои, и так 10 лет. И все росли, но грунт добавляла ежегодно.